Со строительным инженером, его сын, он работал и в Киеве, и в Великобритании, и в Америке, проектировал различные здания, вот, и он спроектировал для нашей пристройки. Вот на этой площадке будет пристройка для церкви, где будет также зал для богослужения, напротив будет сцена, за сценой будет окно в виде креста, за крестом будет расти живая лоза. Вот, проект уже утвержден, вот, и за эту работу понятно, что мы заплатили финансы, вот, так что все, слава Богу, хорошо. Уже можете молиться за это здание, потому что понятно, что теперь из-за финансов, потому что его теперь надо построить, реализовать, но проект уже утвердили, так что слава Богу. Вот, сегодня короткое слово Алексею Фулину о финансах. Я не сильно вас задержу, прям буквально немножечко. Знаете, вот, Бог заботится о нас так же, как мы заботимся о своих детях. Он готов нам все дать, но лишь бы это было впрок, да, не напредил нам. Вот, сегодня мой ребенок, у меня двое детей, он может не понимать, почему я его заставляю чистить зубы, пристегиваться в автомобиле, доверять Богу свою жизнь. Но настанет момент, когда эти навыки смогут сохранить ему отношения, здоровье, утешить беде и не позволить совершить какую-то ошибку. Сегодня тебе может показаться, вот, у нас финансовое служение, что, ну, Богу ничего не надо от тебя, и твои, там, десять лев, зачем им они нужны. Но, знаете, Богу нужны. Это твоя верность. Это твое обещание. Это твое проявление веры, что Он есть. В Библии есть истории, которые показывают, что Бог обязательно исполнит свою часть, но при условии, что мы тоже будем верны Ему. Сегодня, отдавая десятины и принося пожертвования, мы можем не замечать изменений. Но Слово Божие показывает, например, верных людей, как изменяется их благосостояние и благословляется их жизнь. Авраам, Исаак и Аков, они были очень богаты. И даже материальными вещами. Отдавая десятину, часть, ты исполняешь свою часть. И поверь, Бог уже благословляет твое. Доверь Богу и эту сферу твоей жизни. Не жадничай и не оттягивай исполнение Его Слова. Аминь. Аминь. Давайте встанем, помолимся за финансы и можем уже участвовать в этом служении. Господь и Бог наш, владыка жизни нашей, верим, что исполняем очень важную заповедь и возвращаем Твое Тебе в виде наших десятин. И благодарим, что есть из чего отдавать. Прими также от чистого сердца наше пожертвование. Боже, спасибо за возможность сдавать на дело Твое в Твою церковь. Я благодарю Тебя, что это десятин утверждает наше личное отношение с Тобой. Это наше уважение, это наше почтение, это наше послушание и наша посвященность Тебе. Благодарим за примножение наших финансов, чтобы мы могли больше жертвовать. Благослови каждого верного Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу.